Всероссийские проверочные работы по пяти неосновным предметам нововведения, которые, как считается, встанет для выпускников неким механизмом, направленным против натаскивания к ЕГЭ. По словам замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Анзора Музаева в 11 классах в этом году проводится апробация, участие школ добровольное. Более того, добровольно участвуют и сами ученики. Следует сказать, что для нашей сферы образования, российской сферы образования, это не новое. Ранее тоже были контрольные работы, были всегда, и сейчас они есть в наших образовательных организациях, но только лишь они, задания в этих контрольных работах формируют сами образовательные организации. А всероссийские проверочные работы будут отличаться тем, что все задания, которые будут в них, они будут формироваться Федеральной службой по надзору в соответствии с федеральными образовательными стандартами. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ВПР, которые в апреле-май 2017 года будут проведены для выпускников 11 класса в режиме, апробации не являются экзаменом. Ученики, их родители, учителя, конечно, забеспокоились, ведь ЕГЭ при этом никто не отменял. В результате так называемые натаскивания останутся. Только к ним прибавится подготовка по предметам, по которым выпускники не планируют сдавать госэкзамены. Многих интересует, в чем же смысл нововведения и зачем будущему филологу тратить часы и дни на решение задач по физике и химии. Или зачем будущим математикам сдавать географию, а музыкантам биологию. И все это за месяц до ЕГЭ. Все решение по участию во всероссийских проверочных работах принимает сама образовательная организация. Но, надо сказать, что если действительно грамотный профессиональный руководитель в образовательной организации, то, конечно же, ему очень важно знать состояние дел в своей образовательной организации. И вот всероссийские проверочные работы как раз являются таким механизмом. Это будут обычные итоговые работы, результаты которых не будут учитываться при выставлении годовых отметок по предметам или при получении аттестата о среднем общем образовании. Ребятам ни в коем случае не стоит волноваться. Нужно только учиться в нормальном режиме, как обычно готовиться. То есть, это такие же контрольные работы. Они у нас в 2017 году будут проходить в режиме апробации. Это значит, что их результаты не будут заноситься в аттестат. Это не государственная итоговая аттестация. То есть, родители могут вполне спокойно к этому относиться. Но, узнав результаты, родители как раз получают ту нужную информацию о своей образовательной организации, какие именно знания школа дала конкретно их ребенку. Федеральный институт педагогических измерений уже опубликовал образцы всероссийских проверочных работ для 11-классников по биологии, географии, истории, химии и физике. Приоритет отдается заданиям со свободным ответом в виде числа, слова, нескольких слов, заданиям с развернутым ответом, в которых необходимо написать связанный текст из нескольких предложений. Широко используются контекстные задания, в которых часть информации, необходимой для ответа на вопрос, приводится в тексте задания. При выполнении ВПР будет разрешено использовать различные справочные материалы, например, атласы по географии, справочные таблицы по физике и химии. Все ВПР рассчитаны на выполнение в течение 90 минут.